МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире КРТВ новости. В студии Анастасия Ивставхева в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снегопад как стихийное бедствие. Двумя камазами весь город убрать невозможно. Почему коммунальщики Красногорска не успевают за капризами природы? Истинно международный. Женский день отметили в бизнес-центре Гринвуд. Ощущение такой полноты жизни. Дороги, велодорожки и парковки. Нужно точно понимать, какие у нас проблемы есть. В администрации района разрабатывают комплекс мер по устранению недостатков. Настоящий коллапс случился сегодня на дорогах Подмосковья. Снегопад, который обрушился на столичный регион, побил полувековой рекорд по количеству выпавших осадков. Как результат, стали не только основные трассы, но и муниципальные проезды. Например, сегодня утром автомобильные заторы наблюдались на улице Карбышева в Красногорске. И только ленивый, пожалуй, не вспомнил старую шутку про призыв ДПС отказаться от личного транспорта, на который откликнулись только коммунальщики. Между тем, как выяснилось, снегоуборщики не бездействовали. У нас работает практически вся техника, которая есть в нашем предприятии. Это порядка 8 тракторов МТЗ, погрузчики. Это порядка 5 малых коммунальных машин МКСМ. Что касается людей, это порядка 100 человек работают на сегодняшний момент по всем районам, начиная с Апалихи, заканчивая Павшинской поймой, включая Старый город. Значит, снегоуборочная у нас машина одна, вот так называемая, золотая ручка, которая работает с нашими КАМАЗами по вывозу техники. Вот они начали вывозить с Красногорского бульвара. И продолжим в течение дня, наверное, на круглосуточном режиме. И плюс мы в готовности, в связи с перепадом температуры после обеда в плюсовую зону, вот как по синоптике обещают, до плюс 5, и к вечеру ливень обещают. Значит, мы в готовности вывели всю технику по откачке воды. Как рассказали в Красногорской городской службе, на ликвидацию последствий снегопада были брошены все силы и средства. По регламенту к уборке проездов, дорог и расчистке тротуаров и лестниц коммунальщики должны приступить с начала снегопада. На полную уборку Госадмотехнадзор дает по закону ровно 12 часов. Почему в норматив зачастую не укладываются, красногорские коммунальщики объяснили нехваткой тех самых сил и средств. Естественно, конечно, мы ощущаем катастрофическую нехватку техники для того, чтобы такую территорию можно было своевременно быстро убирать. Идет небольшая задержка по времени. То есть там, где мы должны в течение одного дня все убрать, фактически мы убираем за один, за два максимум. Ну и то же самое по вывозу снега. Двумя КАМАЗами весь город убрать невозможно. То есть у нас всего лишь два КАМАЗа самосвала, которые работают на вывозе снега. С учетом того, что у нас площадка определена в районе Митина. Поэтому есть определенные в этом вопросе. То же самое касаемо людей. То есть мы вынуждены на сегодняшний момент привлекать подрядчиков, которые работают, потому что штат предприятия на сегодняшний момент не полностью укомплектован в связи... Ну, есть объективные и субъективные причины по этому. Это и подбор персонала, конечно. Не самые лучшие люди идут работать дорожными рабочими. Вот, соответственно. И плюс, конечно, по оплате труда. Все-таки у нас бюджетное предприятие, поэтому мы не можем там ставить те зарплаты, которые люди хотят получить при всем желании. Все-таки оплата дорожного рабочего – это порядка 16 тысяч рублей в месяц. Чтобы было понимание. Целый день с лопатой в течение месяца работать, не всякий на это дело согласится. Зона ответственности Красногорской городской службы – муниципальные дороги. Федеральные и региональные, такие как Волоколамка, Ильинка, Новая Рига, также были расчищены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУДХ Московской области. Из-за погодных условий дорожный комплекс региона работает сегодня в усиленном режиме. За минувшую ночь дорожные службы Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами 75% общей протяженности трасс региона. На дороге вышли 900 единиц техники. По закону о благоустройстве от снега и наледи должны расчищать не только проезды и проходы, но и детские площадки. Шесть из них, что находятся в Павшинской пойме, стояли в сугробах чуть ли не с самого открытия. Лед тронулся только после того, как жители микрорайона написали письмо-жалобу губернатору лично. Вот здесь находится пешеходный проход с твердым покрытием, конкретно из камня брусчатого. Вот он с твердым покрытием. Как вы видите, вся дорожка не очищена. Найти тверд под ногами – ежедневная проблема, с которой сталкиваются завсегдаты этой детской площадки. До качелей и горок еще добраться надо. Вот только дорожку поди поищи. Для ребенка даже 20-сантиметровый слой снега – вовсе не пролазный сугроб. Здесь вообще все было не расчищено, мы сами тут расчищали. Очень часто здесь прям мы как пальдусы. Сегодняшние забавы во дворе исключительно зимние – слепить снеговика и посидеть в сугробе. Малышней не побегать, на турнике не повисеть, на лесенку не забраться. Особо настойчивые вместе с мамами откапывают самостоятельно качели. И такая ситуация еще на пяти площадках Павшинской поймы. На одноименном бульваре, на Подмосковном, на улице Игната Титова. Но так быть, конечно, не должно. Сейчас возбуждено шесть административных дел в отношении администрации. Собственник администрации города Красногорск, они их делали, они их благоустраивали. Но приемка данных площадок осуществлялась в ноябре-октябре 2015 года. И только в феврале месяце 2016 года администрация по представленным постановлениям передала на обслуживание данной площадки МБУ КГС. Красногорская городская служба площадки получила в обслуживании только в конце февраля и уже приступила к работам по очистке от снега малых архитектурных форм и дорожек. Это видно по соседней площадке, на том же Павшинском бульваре. Там дети уже резвятся без помех. А администрации города за свое бездействие придется заплатить в прямом смысле слова. Недлежащее содержание площадок стоит нынче 60 тысяч рублей штрафных санкций за каждую из игровых зон. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. При проверке недавно начавшегося строительства монорельсовой дороги Стрела в поселке Ильинское Усово инспекторы госантехнадзора вновь выявили нарушение. На этот раз отсутствие необходимого ограждения. Об этом ссылаясь на начальника ведомства Татьяну Витушеву, сообщает пресс-служба. Строительство монорельсовой дороги от микрорайона Ильинское Усово до метро Микинина с самого начала сопровождалось нарушениями. Еще в 2015 году инспекторами было выявлено проведение земляных работ на этом объекте без получения разрешения. Тогда сотрудники ведомства говорили, что строители могут повредить подземные коммуникации. Генеральный подрядчик Мортен РСО получил серьезный штраф. Выявленные нарушения устранил. Работы были продолжены после оформления всех необходимых бумаг. Но, как показала практика, одного штрафа оказалось недостаточно. В ходе очередного визита инспекторов на стройку было выявлено, что место проведения земляных работ не огорожено. Это является нарушением не только областного законодательства, но и элементарных правил обеспечения безопасности граждан. Выдано предписание, заключила Витушева. Михаил Сапунов провел рабочее совещание с главами поселений. В ходе встречи руководители обсудили важные вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры, подготовкой генплана и работы портала Добродел. Подробнее об этом в материале выпуска. В начале встречи Михаил Сапунов обратил внимание глав на развитие в районе социальной инфраструктуры. В частности, речь шла о дорожной деятельности. Глава муниципалитета попросил коллег подготовить и предоставить ему перечень дорог, тротуаров, велодорожек, которые будут созданы или отремонтированы в 2016 году. Также руководитель муниципалитета поднял вопрос о реализации программы «Доступная среда». Я хочу понимать, что поселения мы делаем в течение 2016 года по доступной среде на территории ваших поселений. То же самое, представить информацию таблично, в картах, схемах, в денежных средствах, в квадратных метрах, в кубах, так, чтобы мы все едино свели и понимали, что делается по доступной среде. Еще две важные темы для обсуждения, которые стали актуальнее после встречи Михаила Сапунова с жителями отрагинского поселения, это развитие сети многофункциональных центров и создание дополнительных парковочных мест. Готовится документация по созданию парковочного пространства вообще на территории всей Московской области. Нужно же точно понимать, какие у нас проблемы есть. Во-первых, мы вместе с Касаемом разберитесь, какой у нас нормативный дефицит по каждому поселению существует парковочного пространства. Это в большей степени, конечно, касается Красногорска, в меньшей степени, наверное, касается Винского. Не обошлось сегодняшнее совещание без обсуждения сайта «Добродел». По словам Михаила Сапунова, работа с данным порталом в муниципалитете налаживается. Красногорский район уже вышел из красной зоны. Но этого недостаточно. Жалоб, на которые нужно своевременно реагировать, меньше не становится. Особенно это касается Красногорска и Павшинской поймы в частности. Максим Мельников, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ. Женский день в Красногорском районе решили сделать действительно международным. Дам руководителей пригласили в бизнес-центр «Гринвуд», в котором развивается русско-китайское партнерство, чтобы поздравить с наступающим 8 марта. К слову, и президент делового центра госпожа Цай, как представительница прекрасного пола, сама оказалась в числе отмеченных подарками. Прием главы Красногорского района собрал в одном зале сильных женщин муниципалитета. В их руках бразды правления детскими садами, школами, больницами, бизнес-центрами, целыми предприятиями и подразделениями. О том, что должность директора или руководителя по силам слабому полу, говорили в стихах, в песнях и в прозе. Вы руководите, наверное, самой сложной сферой. Вы руководите тем, чем не могут справиться мужчины. Мужчины выбирают, как правило, что полегче. Вам остается, что сложнее. Это дети, это пожилые люди. Это все, что очень сложно. И самое главное, что это очень ответственно. Все эти сферы, которые вы возглавляете, находятся в очень хорошем, на хорошем, достойном уровне. И Красногорск район на очень хорошем уровне. Это благодаря вашей работе. В преддверии 8 марта администрация Красногорского района решила отдельно вручить почетные грамоты лучшим в этом году руководителям. Среди тех, кто был удостоен награды, и госпожа Цай, президент центра Гринвуд. Ее организация была отмечена за вклад в социальные проекты района. Каждый год, 9 мая, бизнес-парк Гринвуд. Еще у нас есть другой проект, торговый дом дружбы. Мы каждый год поздравляем ветеранов с подарками. То, что они просят, то, что они нужны, одежда, продукты и так далее. В Гринвуде ценят возможность встречать международный женский день в таком интернациональном кругу. Как отметила Цайгой Джу, представительницы прекрасного пола и китаянок, и россиянок объединяет очень многое. Главное – любовь к работе. Да и поучиться у наших соотечественниц есть чему. Например, оптимизму и умению отлично выглядеть при напряженном графике работы. Работаю я директором Красногорской гимназии номер 2. Сложно? Конечно, сложно. Сложность только в ответственности. Это огромная ответственность. И большой объем работы. Но это любимая работа. Я директор Красногорского методического центра. И моя профессиональная деятельность связана с повышением квалификации наших учителей. Но поскольку учителя в Красногорском районе в основном женщины, то мне, конечно, с ними очень приятно работать. Я работаю директором школы. Ну, работа – это, конечно, очень сложная. Очень ответственная работа, требующая большого напряжения и сил. Но вместе с тем она дает огромную радость, ощущение такой полноты жизни. Самых прекрасных и, безусловно, сильных женщин эти два качества, как выяснилось, вполне совместимы, одарили песнями. И, конечно, с пустыми руками не ушел никто. Символические презенты и весенние цветы – все в этот вечер было для милых дам. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ. А теперь о спорте. МОС «Облдума» одобрила предложение о создании детско-юношеской хоккейной школы в Красногорске, сообщил журналистам в среду советский хоккеист Владимир Петров. Она будет носить имя самой «Легенды спорта». Это будет общеобразовательная спортивная школа с уклоном на хоккей. Предполагается преподавание всех предметов среднего звена образования, включая иностранные языки. Петров добавил, что, возможно, хоккейная школа, рассчитанная более чем на 400 воспитанников, будет располагаться именно в Красногорске, где уже есть лыжный стадион, стадион «Зоркий» с искусственным льдом и плавательный бассейн. Ученики школы смогут пользоваться всеми этими спортивными объектами. Открытый турнир «Покудо» прошел на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Петрово-Дальнее». Соревнования ежегодные, каждый раз собирают любители этого вида единоборств и не только Красногорского района и Московской области. Подробности у Валентины Титовой. Чтобы принять участие в одном из самых престижных турниров Московской области «Покудо», в «Петрово-Дальнее» приехали более 150 спортсменов. И это далеко не все желающие, говорят представители федерации. Среди детей это до 12 лет. Он проводится как фестиваль, мы его проводим. Здесь ребята участвуют до 12 лет. Есть и турнир также проводится после 12 лет, а другая категория и мужчины. Это взрослые ребята со 17 и старше. Категория «Рост плюс вес» мы объединяем, поэтому получается категория. Категории у детей 7, у юниоров 7, у взрослых тоже 7. Красногорск является центром этого вида единоборств, поэтому самая многочисленная армия кудоистов – жители нашего района. И у каждого свой путь в мир спорта. Когда я родился, у меня были проблемы с легкими, и мне надо было какое-то движение. И поэтому это я нашел в кудо. Это не просто вид спорта, это не команда, ты зависишь от команды. Ты должен показать сам себя, ты зависишь от себя, ты думаешь сам. Кудо – это не просто вид спорта, это в этом виде спорта ты показываешь свой характер. Ты можешь выплеснуть свои эмоции во время соревнований, во время тренировок, те, которые ты накопил во время дня. Вот это для меня больше всего значит. Турнир открыл титульный бой за звание чемпиона Красногорского района по кудо 2016 года. Встретились давние друзья по жизни и соперники на татами – Никита Брусов, представляющий городское поселение Красногорск, и Иван Мартя из Ильинского. В этот раз удача улыбнулась спортсмену сельского поселения, который вышел из поединка победителем. Мы как бы держались наравне. Я подбазривался, тренировался последнюю неделю очень интенсивно. И в итоге смог победить. Впервые за несколько лет принять участие в открытых соревнованиях предложили не только областным клубам, но и столичным. Кудоисты из Москвы возможностью с удовольствием воспользовались. Ведь для них этот турнир – отличный шанс проверить свои силы. Так намного интереснее тренироваться. И КПД тренировок намного выше, когда перед спортсменами, перед занимающимися, стоят определенные цели. То есть либо мы готовимся к аттестации на следующие ученические степени, либо это какие-то соревнования разного уровня. Соответственно, это еще дополнительная проверка того, почему мы готовимся, что мы тренируем. Кудо отличается от других видов единоборств тем, что здесь на первом месте безопасность спортсмена. Лицо от ударов оберегает шлем. Для предупреждения травм в груди предусмотрена специальная защита для рук – накладки. Ведь борцам в ходе поединка, согласно правилам, позволяется наносить удары ногами и руками, локтями и коленями. Бросковые действия также разрешены. По ведению поединка спортсмены наносят удары, соревнуются. Они могут выиграть либо чистой победой, сделав какой-то болевой прием, либо отправив друг друга в нокаут. Либо, соответственно, победить по очкам. А чтительно даются за акцентированные удары голову руками, ногами, броски и другие технические действия. Но даже те, кому лавры победители в этот раз не достались, расстраиваться не спешат. Участие – это опыт, который в дальнейшем обязательно приведет к победе. Тем более, что в следующем году состав участников открытого турнира планируют расширить и пригласить в Петрово-Дальнее борцов из регионов России. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ. Климатическая весна придет в 20-х числах марта, заявили сегодня в Гидромедцентре. Когда практически полностью разрушится снежный покров и температура стабильно станет положительной. На третьи декады месяца температура в московском регионе будет держаться на оля. Вот и в четверг в Красногорском районе будет такая же, как сегодня погода. От нуля до минус одного градуса возможны осадки. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону, редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия. Вставь его. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин